В противостоянии есть уже история, как это частенько бывает в мире бойцов, в мире бойцов, как говорится, наверное, вам снова, Максим. Да, Дмитрий, вы правы. Вы знаете, дорогие друзья, эти большие файтеры, которых можно так называть без преувеличения, уже встречались дважды друг с другом. И оба раза в этих поединках одерживал победу Павел Журавлев. По никнейму Кайман, представитель Украины, из города Севастополя. Вы знаете, я, к сожалению, либо к счастью, на нынешнем проекте «Болею за Павла», давно его знаю и с уважением отношусь к нему. Действительно, великий боец, великий чемпион, не попоюсь этого слова. И он, по сути, его можно назвать нашим, да, он представитель Севастополя, города великой воинской славы. Русской, русской боевой славы. Да, боевой славы. Причем нескольких поколений этот город являлся действительно великим. И Павел, он, по сути, очень так и равно относится к своей стране, родине, Украине и очень любит и уважает Россию. Поэтому, по сути, он представляет сейчас два государства. Он находится очень большое количество времени в Москве, в чине многих последних лет. Поэтому, как бы, можно сказать, вторая его, вторая родина, его является Москва. Поэтому я за него буду держать руки и болеть. Тем более, что знаю его такой очень многопрофильный арсенал различных умений и высочайшее мастерство его, которым он владеет. Я думаю, что он максимально постарается продемонстрировать его в финальном поединке против Алексея Кудина. Ну, а вот об Алексее, Дмитрий, вам слово. Ну, об Алексее лишний раз просто напомню представитель Белоруссии, представитель тайского бокса, кикбоксинга, чемпион мира по тайскому боксу 2006 года, чемпион мира по версии WBKF, равно как и чемпион Европы того же года. Ну, исходя из того, что мы видели, дорогие друзья, здесь легкого боя, я думаю, что уже не получится. Это будет все упорно. Я, конечно, не могу сказать, что я столько хорошо знаком, как вы, Максим, с Владимиром Журавлевым, равно как и с Алексеем. Поэтому мои симпатии здесь будут на стороне. Не сочните это такой комментаторским оправданием на стороне красивого боя. Я выскажусь вот так. Я буду болеть за красивые схватки. Ну, а победит, ну, по традиции уже сильнейший. Поскольку вы прекрасно знаете, и вы, дорогие друзья, прекрасно знаете то, что это веса тяжелые. Один попавший удар здесь частенько является, если не определяющим, то, по крайней мере, служит главной движущей силой к победе или поражению того или иного бойца. Поэтому заранее что-то предсказать лично мне с позиции комментатора довольно тяжело. Вы знаете, Дмитрий, хочу дополнить свои слова. Спортсмены знают друг друга максимально и с уважением очень большим относятся друг к другу, как истинные профессионалы своего дела. Поэтому мы увидим действительно вот очень честный и достойный поединок двух очень ярких бойцов К1. И, опять же, Алексей Кудин тоже, не умоляя его достоинств, владеет тоже потрясающими арсенальными возможностями ударной техники. Ну и здесь все начинается с задела. Ну, ох, как хорошая скорость. Какой классный лоу-кик с правой ноги у Павла Журавлева. Потрясающе владеет этим ударом. Такая амплитуда удара, если вы заметили. Посмотрите, какая высоченная амплитуда. Настолько широко бьет этот лоу-кик. Действительно в лучших традициях тайского бокса. Класс. Ну, еще, ко всему прочему, это выучка. Также еще бить надо научить. Уж вам ли как тренирует его не знать. О, вот здесь вот дважды Алексей поставил очень четкий классный щит. Тут же вот сейчас вернул точный правый лоу-кик. Щит был действительно очень хороший дважды. Павел очень уверенно стоит в такой хорошей плотной стойке из хорошего такого бокса. Из которой можно быстро стартовать этот турнир. Да. И при этом не пропускать таких ненужных шальных ударов. Вы знаете, что, о чем мы уже говорили несколько раз во время сегодняшнего турнира, что является вообще особенным для супертяжелой весовой категории. И нужно пропускать удары те, которые действительно нельзя пропускать. Ну да, поскольку здесь ни одного удара не пропустить при данном уровне, это невозможно. Чисто физически невозможно. А вот не пропустить тот удар, который послужит отправной точкой к твоему поражению, вполне себе. Да, это действительно настоящая фантастика. Была бы, если, опять же бы, два классных боксера не позволили попасть своему противнику по себе. А в большей степени, конечно, это будет заслуга атакующего. Ну и, как известно, сослагательных наклонений не имеет истории. Вот здесь классный удар был со стороны Павла. Правый кросс, опять его любимый такой кросс-свинг. Через руку он попадает очень хорошо. Он чувствует этот удар, видит дистанцию, правильно ее выбирает и точно наносит удар. И вот сейчас пропустил удар Алексей. Еще удар снизу такой короткий, очень средняя дистанция была с выходом. Очень хорошая. Ну вот этот удар еще кроссом из-под руки, это еще что? Это, ко всему прочему, умение увидеть, что делает соперник и сработать в контратан. Да, он не только не из-под руки, как вы сказали, а он как бы через руку. Через руку, да. Через руку. Вот левый боковой, посмотрите, какой сильнейший был. Чуть-чуть Алексей даже как бы потряс этот удар. Ну и здесь даже зал притих, потому что вот это вот напряжение, оно, конечно, сказывается. Вот очень классная была такая Павла. Хороший крест правой снизу, лево-боковой классики бокса. Вы заметили еще вот стойка Павла Журавлева? Такая фронтальная. Левая нога уже готова под щит. Никогда она не будет пропускать ненужных лоу-киков. И он готов всегда сортовать с очень резкой атаки руками. Ну, знаете, дорогие друзья, если так дело пойдет дальше, то вполне не исключаю вариантов пяти раундов, которые исходно заявлены. Ну, а в случае, если у судей возникнут какие-то сомнения по истечению, здесь также, я так понимаю, возможен экстра раунд. Если равный поединок, то, естественно, четвертый экстра раунд возможен. Шестой тут получится. Нет, потому что форма... Нет, формула боя три по три. А, все-таки пять по три. Да, это финальный бой, значит, пять по три. Это вообще гроссмейстерская дистанция, так называемая. Кстати, это удивительно, потому что в общих гран-при, которые проходят в Токио или в восьмых гран-при, все-таки все поединки проходят три по три. Ну, может быть, это ошибка в так называемом стартовом протоколе. Может быть, нет. Пока написано пять раундов. Поэтому давайте думать, что пять. Нет, я думаю, что это не ошибка. Все-таки пять по три. Это вообще гроссмейстерская дистанция. Я вам скажу, что, Дмитрий, в этом бою может всякое произойти. Ну да, на фоне усталости, на фоне того, что выносливость, она не бесконечная, можно совершенно спокойно пропустить удар в раунде с четвертом-пятым, который ты в предыдущих трех попросту спокойно или сблокировал, или ушел бы, все что угодно, который ты видел бы. Да, здесь очень много нового возникает с этой формулы. Вот здесь вот два таких удара неплохих в стуловище, но они не достигли цели. Павел излюбленную свою комбинацию готовит. Тут правый кросс, и тут же левый обводящий хай-кик в область головы. Пока сейчас она тоже не достигает цели, эта комбинация. Но она очень интересная. Смотрите, здесь сейчас грацевать так стал на ринге, чуть пританцовывая Алексей, передвигаясь на носочках. Очень интересно смотрится в этой весовой категории. Щелп, он продолжает это делать. Здесь очень опасно, мне кажется, это делать, потому что... На опущенных руках так бегать. Да, очень. Это все-таки, как бы, конечно... Если ты не обладаешь фантастической реакцией, то... Алексей классный боец, но все-таки, я думаю, что это не Мухаммед Али, да, который владел невероятнейшей скоростью и невероятнейшей реакцией. Но по Мухаммеду Али еще и ногами не били. Давайте про это еще помнить. А здесь как раз очень опасно в этой позиции двигаться под удар хай-кик, удар ногой в область головы. О, вот он справа. И тут же левый обойт. Опять же классическая комбинация Павла. Журавлева правый кросс и тут же хай-кик в область головы. Очень великолепно у него получается эта комбинация. Домашняя заготовка такая настоящая. Многие знают о ней, но мало кто что-то может противопоставить. Не, ну конечно, бойцы, бойцы серьезные. Хороший заряженный такой параллель. Они друг друга изучают, но одно дело смотреть видеозаписи, другое дело стоять против такого бойца. Смотрите, Павел сейчас сделал это очень любопытный момент. Ударил двойку уверенную, мимо она пошла. И тут же сам себя так чуть-чуть пожурил. Ай, как же так я промазал. Интересно наблюдать вот с такими вещами. Мне лично вижу, как бы, глубину боя и настолько это действительно профессионалы с большой буквы. Ну что, попал в затылок случайно? В область затылка очень неприятные подобные удары. Но вы знаете, опять же, по опыту, по профессионалам, когда дерутся и боксируют два классных бойца, конечно же, редко судья вообще реагирует на вот эти удары в область затылка. Очень редко. Ну, во-первых, потому что редко их пробивают нарочно, поскольку им смысла нет. Можно и так совершенно спокойно биться. Дмитрий, по бою я хотел бы у вас спросить. Вы видите как раз вот по картинке поединка, что два наших прославленных бойца из Украины и Белоруссии знают друг друга очень неплохо. Да, это видно, во-первых, по тому, как люди себя ведут. Нету, во-первых, торопливости, а во-вторых, нету суеты, которая иногда существует, если соперника не знаешь. Когда ты не понимаешь исходного, ну, особенно это касается бойцов, которые, может быть, не столь часто выступают, когда не понимаешь, кто против тебя стоит. Вот, здесь видно, во-первых, здесь это видно еще и по отношению. Потому как вот после случайного удара в затылок так немножечко потер Саша затылок свой. Алексей, Алексей, пожалуйста. Алексей, прошу прощения. Потер Алексей затылок, так укорительно покачал головой, мол, что ж ты делаешь. Но это без какой-то злобы, без какого-то подтекста. Ну, давай аккуратнее уже, как бы, убьем друг друга и так в полную силу. Да, джентльменское такое отношение. Очень джентльменское отношение. И видно, что здесь уже это в другой немножко плоскости находится. Но, тем не менее, это финальный бой, это финальный поединок. И здесь никто никого жалеть-то не будет. Настолько мне нравится, как Павел Журавлев защищается вот этим пресловутым щитом передней ногой. Стоящей передней ногой. Настолько он классно владеет этой защитой. Причем и под внутренний лоутик, и под внешний. Он очень вовремя и в нужный момент ставит этот щит и не пропускает ударов вообще практически впереди ногу. Ну и вот, две минуты, но пока все есть. Справа было попадание. Вот Алексей начинает опускать руку левую переднюю. Как раз это вот, я думаю, что потенциально опасно для него. С правой руки, особенно излюбленные удары Павла Журавлева, кроссовый и свинговый, они будут, могут настигать Алексея. Есть, навстречу попал. Тоже левый джеб короткий, такой очень точный. Здесь раз-два классическая двойка такая, но чуть-чуть мимо. Вот здесь Патулычевчик хорошо видел Павел, через руку ударил. О, здесь обмен такой хороший, великолепный обмен. Ну вот начинает уже потихонечку схватка обретать черты. Не концовки, но ребята подзавелись, у меня всякого сомнения. Да, очень принципиальные противники, очень принципиальные соперники. Ну вот, пожалуй, первый раз за весь турнир бэксист с разворотом стороны Павла. Действительно, он креативный очень файтер. В ринге, я думаю, что может, мне кажется, все. Здесь очень хороший был момент, но здесь просто скользнулся технического действия. Такого явного не было выполнено с стороны Алексея. Ну да, не удар на подшаге, ничего. Вот здесь встречный был лоу-кик, если вы заметили, Дмитрий, очень хороший. Алексей, попадает второй раз, еще раз лоу-кик под встречный лоу-кик под переднюю ногу. В чем внутренний такой лоу-кик, очень неприятно, о котором мы говорили выше. Опять же, джентльменство, они выказывают... В каких-то эпизодах, да, при этом друг друга не щадят. Тут нету такого... Нет, это действительно настоящий истинный профессионал. Они, джентльмены в ринге, и тут же они не упустят своего и не отдадут своего. Очень интересный поединок, и такой бескомпромиссный, и очень... Вы сейчас, знаете, напряжение держите, что Максим будет любопытно, если по каким-то причинам в 15 секунд схватка не закончится, посмотреть будет, как они будут дышать в углу. Очень любопытно, да, согласен. Во многом это будет определяюще. Смотрим, какой бой. Какой бой. Вот аудитория живо реагирует сразу же на изменения. Малейшие изменения во время боя. Уже поддерживают каждого своего. Хотя, опять же, каждого своего. Вот Воденцова. Здесь, видимо, любовь к публике, она разделена. Кто-то болеет за Павла Туравлева, представителя Украины. Ну вот сейчас как раз посмотрим, как дышат. Есть возможность понаблюдать в углу. И здесь включаются уже... Вы знаете, почему-то собираются идейские записки, но... Неужели это действительно три раунда? И... И сейчас уже будет судейский вердикт. Значит, ошибка была небольшая в протоколе. Хотя, ну вот, совсем-совсем чемпионский формат. Здесь был бы, конечно, больше к двору. Видите, все-таки три по три формула была, о чем мне говорят, Дмитрий. Да, все. Меня это удивило, и сразу же, вроде бы, финальные поединки в K1, в K1, в K1, в K1, они идут три по три. И я никогда не видел супертяжелую в своей категории в бои пять по три. Ну да, логично. Значит, спешим это на... Смотрите, вот как раз Ингононс раззвучивает судейские записки. Судья второй. Джедж Тюрер. Алексей Гудин. Так. Судья Тренин. Судья Тренин. Видимо, раздельное решение всего. Экстра раунд. Оу, мы как раз вот сейчас увидим экстра раунд. Четвертый раунд, который выявит победителя. В этом напряженнейшем финальном поединке. Из всего, что мы с вами сегодня наблюдали, дорогие друзья, это вторая схватка, в которой дело дошло до раунда за номером четыре. И если первый поединок был между Яном Серсема из Голландии против Тхумана Муна из Кореи, то второе, то вот, пожалуйста, дорогие друзья, финал. Финал очень бескомпромиссный. Тем интереснее. Ну, с одной стороны, у бойцов было довольно много времени подышать, а с другой стороны... Смотрите, как Альтина, Алексей начинает его. Это все-таки последние три минуты в этом бою. Они могут решить исход победителя. Ну, здесь один хорошо попавший удар, он уже не суден. Все, все может сказать. Все то, что они думают. Да, конечно, очень легко нам не так здесь говорить об этом, Дмитрий. Это действительно, вы правы, что один очень явный и такой серьезный удар может решить исход поединка. Ну, что, очень легко это сказать и трудно сделать. А это уже нерв. А это уже нерв. Тут выцеливать будут. Выцеливать... Павел перекрылся, встречает хорошим ударом коленом, но мимо этот удар идет. Алексей пытается первым номером поддавливать. Активные действия совершает он в большей степени в начале четвертого раунда. Здесь левый джеб. Мне кажется, Павлу нужно джеб использовать почаще. Он все лишь это оружие использовал дважды и оба раза было точно. О, удар справа. Алексей точно попал. О, и внутренний лоукик еще один точный. Полное ощущение, что... Павлу нужно использовать... Немножко просаживается Павел как раз. Левый джеб нужно использовать, тут же продолжение. Не хватает. Побольше джеб. И тут же продолжение. Ногой в область бедра или хай-кик в область головы. О, Алексей двой, какая заряженная за туловище. Такое ощущение, что как раз у Алексея сил чуть-чуть, но побольше осталось. Ноги он... Немножко, но пробил. Кик очень плавал. Такой интересный. Поэтому тяжело ему сейчас, конечно, придется. И тут же возвращает Павел двойкой. Потрясающий бой, на самом деле, мы видим. Какой нерв в этом бою. Ну все, и вот решающая минута. Сейчас надо включаться. На встречу здорово сейчас ударил Павел. Опять же, в обмен, в обмен. Все пока в обмен. Где-то Павлу Журавлеву не хватает чуть функционалочки сейчас. Вот мы видим, где-то подустал он, конечно же. Алексей чуть посвежее выглядит. Бить нужно, бить здесь, конечно. Бить. Действительно, попадать. Здесь нужно было использовать промах Алексея. Павел, вот левый боковой на выходе. Оу, здесь встречное попадание. На левый джеб. Хорошо сейчас Павел Журавлев. Через туловище на голову. Нужно... Оу, вот он справа попал удар. Хороший, точный был удар. Он как раз настиг его во время вращения Алексея. Тот хотел совершить раунд-бэкфэст. Тут же вот здесь в область миддл-кикового с печени. Вот Павел концовку вырвал. Представляете, начало проиграл. Середина боя, я думаю, раунная была. Концовка была. Да, Павлом. За Павлом. И здесь вот любопытно в этом... Ну здесь что скажут судьи уже. Я думаю, что очень трудно вообще сейчас озвучить победителя. Наверное, может быть, не думать, с разногласием судейских записок будет одержана победа каким-то... Каким-то техническим действием, которое мы... Я так совершенно точно не являюсь профессиональным судьбой, просто мог не углядеть. По мне, по ощущениям, он... Очень непростое решение нас ждет. Второй раунд. Второй экстра раунд потрясающий. Вы знаете, Дмитрий... А вот опять. На моем, да, на моем опыте, на моем, как бы, моем прошлом. Я вот не помню, честно признаться, так честно обскидку, чтобы два экстра раунда, я такого не помню. Ну вот сейчас как раз включаются уже все морально-волевые раз, все желания победить два. Будут совершенно очевидно видны недостатки функциональной подготовки, если они у кого-то есть вдруг. Ну и... Знаете, здесь сейчас будет 100% функциональная подготовка спортсменов. Это только функционалка и только функционалка. Плюс мы помним о том, что волей дух победителя или волей дух войны две вещи сейчас играют. Посмотрите, они обнимаются, настоящие профессионалы, которые уважают друг друга. Интереснейший поединок, который вообще не может выявить победителя, Дмитрий. Ну, это настоящий чемпионский бой. То, чего я от этой схватки по-хорошему, так положено, руку на сердце и ждал. Сводить бой к вносливости, конечно, может быть, это спорный вердик. Но с другой стороны, сейчас кому-то в чистую отдать победу после четырех раунда не могу. Ну, некому, не могу. Вот видите, вы не можете. Человек, который действительно любит это дело, но не настолько профессионален в этой плоскости, а судьи, которые являются, по сути, ярчайшими профессионалами в этом процессе, они не могли выявить победителя. Насколько это сложное решение. Ну, да. О, левый боковой точно на выходе. На выходе средней дистанции четко попал Павел. Ну, и тут, ко всему прочему, стратегия. Надо как-то разложить собственные силы на вот эти три минуты. По вторым номерам сейчас Павел пробивает хорошо. Вот что нужно Павлу делать. Левым джебом раскрыть защиту. Алексея ударить справа. Вот. Да вот он пробует сейчас это как раз делать. Как будто действительно слышит. Это потрясающе, как, конечно, сейчас видим проявление выносливости и сила воли, и сила духа. Двух файтеров. Так, половина. Половина времени прошла. Но здесь, что приятно, нет вот этого долгого стояния в клинче. Сразу же практически разводят. Павла кровоточит нос. Это достаточно неприятная составляющая поединка. Заставляет немало дискомфорт в дыхании. Здесь было попадание такое очень вскользь, но точно. Вот Алексею видно, что здесь чуть-чуть бензинчик заканчивается. Ну конечно. Удары уже такие, конечно, вялые. Но это отдать должное двум бойцам что-то потрясающее. Действительно в итоге получается пять по три. Пять по три, да, оказался невольно совершенно предсказателем. Ну и здесь, да. Ну вот последние решающие 30 секунд. Да, здесь, конечно, уже руки опустили совсем у Алексея. Вот он, концовка. И все, концовка пошла. Пошла концовка. Кто вырвет ее концовку. Кто выиграет. Кто выиграет. Да, что-то удивительное мы наблюдаем сейчас в ринге. Действительно зрелище большой буквы. Два классных бойца показывают нам все, на что они способны. Время. Очень равный поединок. Настолько равный, что... Дмитрий, что вы можете сказать на сей счет? У меня даже, может быть, нет слов. Я вот сейчас, глядя и на ринг, и глядя на вас, Максим, показывает, что готов еще биться еще и дальше. Так вот. Мы видим, что сделал сейчас с Алексеем. Он встал на кулаки и отжался. Потрясающе. Да, да, да. Потрясающе. Показал тем самым, что он... Типа давайте еще. Но я думаю, что на этот раз все-таки все. И я вот не могу. И редко у меня есть затруднения какие-то в собственной, по крайней мере, оценке. Здесь мы хоть отдавай не чую, поезд надвое. Честное слово. Да, очень равный поединок. И сложное решение нас ждет. Сложное судейское решение. Ну да, в любом случае. Дмитрий, я честно признаюсь, не могу даже сказать здесь что-то вот такое прям... Вот здесь мы как раз увидели, как Павел попал. Очень классный миддлкик, могла с печени. Знаете, может быть, за малостью, за малостью, в каких-то эпизодах был точнее, Павел Журавлев, но это не умаляет достоинства его сегодняшнего визави Алексея Кудина, который действительно тоже заслуживает победу. А корон-то одна и кубок один. Да, и в этом поединке. Поэтому ждем решения. И пилить не будут. Ну и вот он, момент истины. Кто же стал королем королей? Потрясающий кубок мы можем обладать. К1, знаете, очень такой волнующий момент, конечно, с одной стороны. Ну и теперь что скажут судьи, что скажут рынка бонус, который проводит всей полнотой информации. Вы до сих пор проводите какое-то совмещание. Благодарят бойцы, в том числе и зрителей, за оказанное внимание. Ну и давайте слушать. Решение судей. Судья 1, дядь 1, Павел Журавлев. Судья 2, дядь 2, Алексей Кудин. Потрясающе. Опять с разногласиями split decision, такое звание. Павел Журавлев! Павел Журавлев одержал победу все-таки. Вышел победителем из этого противостояния. Очень равном бою, конечно же. Но мы поздравляем с этой победой, Павла. Как говорил, с раздельным решением судей. Ну и это гран-при остается в итоге за ним. И он становится, если выражаясь терминами данного конкретного мероприятия, королем Кореи обнимает этот кубок, как я не знаю, что это очень дорогое. Но поверьте, дорогие друзья, такой финал действительно дорогого стоит. И это, по меньшей мере, очень достойное зрелище. И очень достойный бой, который финала, конечно, стоил. Мне вполне понятно разочарование. Алексея Кудина, ну, он не уступил. Чемпионом здесь объявлен Павел Жеребев, но Алексея Кудина я не могу назвать проигравшего. Да, и вот очень трудно. И, наверное, неправильно будет его называть таким образом. Ну и, собственно... Сейчас можно, да, как-то завершить, наверное, наш сегодняшний репортаж. И Дмитрий. Ну, собственно, спасибо большое всем организаторам. Спасибо всем, кто это событие мероприятий делал. Режиссер трансляции Станислав Китрин, редактор Константин Курочкин. Для нас работали редактор... Как уже сказал, Константин Курочкин, рекомендатор канала «Спорт 1. Россия 2. 2. 3. Попцов». И мой коллега Максим Воронов, заслуженный мастер спорта, 4-кратный чемпион мира по кикбоксингу. До свидания, дорогие друзья. Благодарю вас, дорогие друзья. И спасибо за приглашение. Смотрите канал «Россия 2». Поединки на канале «Россия 2». Большое спасибо. И до встречи нашего турнира для общей фотосессии. Минута Соконавска, Станислав Мирзамагеров, Вулгар Жавадов, Алексей Кудзин, Близ Али.